Я сломанная педалька. Я еще в комнате. Я еще лежу и на потолок лежу. Наш телефон не хочет фокусироваться, настраиваться, идти твой налево. Колено болит. У меня душа болит. Попа красивой стала. След марафон осенью. Следующий марафон осенью, да. За что тебе стыдно? Какой ремик с первых песен? А, много пропустила, поэтому тебе стыдно. Это хорошо, что у тебя совесть играет. Да, про шлюпку прикол. У нас вчера, короче, в чате мы ржали. Кто-то там у нас пизданул дырявой шлюпкой, и все, я клянусь, меня порвало. Меня просто порвало дырявой шлюпкой. Я, клянусь, я стояла возле подъезда, отсюда не насосала в штаны с осмеху. Две тысячи рублей в месяц с дьяволятами. Да, да, у нас с Мариной, да, осенью марафон, да. Мы будем летом придумывать для вас что-то новенькое в осеннем марафоне. Нет, хватит. Я уже отвела три марафона подряд с интервалом через месяц, поэтому нет, все. Теперь отдых. У меня только моя группа, только мои дьяволяты, и мы только с ним будем заниматься. Про какой палец? Привет. Тяжко, да, тяжко. 30 апреля, в понедельник, последняя тренировка. В Санкт-Петербург собираемся, возможно, может быть, приедем. Сейчас я поднимусь. Я как старая, бля, манда, клячи, бля, коляска сломанная. Ладно, попозже в комнате приберусь. Фу, я как старая, клячи, мандабли прям. Фу-фу, надо бы царшки загрузить срочно потом. Кис? Умандовала, что ли, уже? Все, киса моя умандовала, походу. Осталось, да, всего три. Хорошего дня. Польша, привет. Привет. О-о-о, присесть моя жопа. Фу-фу. Привет. О-о-о. Брови аж вспотели. Ах, бля. Я после тренировки себя чувствую старой клячей прям. В холм с любого времени можно записаться, да. Махами, мать тебе, только махами. Все, лежа, стоя, заменять жимами. Где по 50 делаешь по 25 на каждую. Где по 30, по 15 на каждую. Привет. Ну, я только сейчас встала. Я реально только сейчас встала. Ой, господи, боже мой. Сейчас немножечко себя в кучку соберу. Ибо цашечки надо заглотить. Сейчас. Сегодня, я так смотрю, сегодня жаришка. Солнце прям не по детски шпарит. О-о-о. У нас сегодня прям солнце печет очень сильно. На небе прям, знаешь, малооблачность. Но солнце прям это, жгет. Я думаю, сегодня пойду на почту и одену бриджи. Пиздец, я ушел в мастырь. В холме мужики, ну, у нас мужики не выдерживают таких нагрузок бешеных. Но мы рады всегда, если кто-то из мужиков будет с нами в хоуме так же страдать, как и мы. Вот, поэтому я беру всех в хоум. Нет, дьяволята три раза в неделю. Фу. Вот как милый, спасибо. Так, надо БЦАшками загрузиться. Пару сек прям. О-о-о. О-о-о. Моя жопа сейчас неприподъемная. БЦАшка. Водички мне. Воды мне. О-о-о. Ледяная. Ледяная вода. О-о-о. О-о-о. О, я чуть не кончила. О-о-о. Мне кажется, сейчас пар из ушей пошел, блядь. Слюни летят, все летит. Дратайте. Подождите, сейчас я немножечко в релакс. О-о-о. Какой кайф. Горло заболит. Да оно по-любому матьку когда-нибудь заболит. Да. О-о. Кстати, у меня такая фигня у организма. Когда начинается весна, ближе к лету, я обязательно должна переболеть ангиной. У меня каждый год обязательно. Если, к примеру, я хотя бы раз не переболею ангиной, да, вот там, например, либо в мае, либо в июне, я обязательно заболею, либо в августе. А если я переболею один раз ангиной, то все, все лето я больше ангиной, кстати, болеть не буду. Реально вот так у таблицы холодным, да, вообще с радостью. Ой, да ладно, вы как бабки старые. Нельзя, 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 нельзя. Если бы сейчас половины нельзя было, я бы до 28 лет бы, точнее уже 29 летом будет, и не дожила бы. До полного частичного восстановления. До восстановления. Блин. Блин. А я просто уже знаю, даже если я об этом не думаю, оно произойдет. Я просто знаю, как это сразу же. И то, понимаешь, я уже знаю, как это все делать, я ангиной даже не болею. Я только чувствую, что начинается, я сразу фурцелином полоскаю, горло два дня, все проходит сразу же. Я уже научилась это все делать. Вот водиться после тренировки я не знаю, как манна небесная. А теперь просто надо бы Сашечку выпить пару всех. Глюкозамин, хондроэтин, пейте и коллаген. Я уже тысячи раз повторял, девчонки, я как попугай реально, одно и то же повторяю по миллион, тысяч, тысяч раз. Тысяч, тысяч, тысяч. Живительная влага, да. После моего хом колени лечишь. Блин, ну а кто же тебе виноват, что у тебя колени такие слабенькие? Надо пить. Я всегда говорю, нужно курсами пить. Если вы хотите заниматься и добиваться результатов, обязательно нужно свой организм поддерживать витаминами. Без этого никак. Ваши машины, если вы не будете ТО ежегодные проходить и не будете менять там амортизаторы или смазывать, тоже далеко не уедет. И сломается прям буквально на первых ста километрах. Вы как думаете, я пол своей жизни занимаюсь так? Также я поддерживаю свой организм. Каждый раз ТО прохожу. Зевота во время тренировки. Ну и кислородная недостаточность. Пока еще легкие не раскрылись. Как отучить отца от компьютерных игр? Блин, это я не знаю. Тут уже я не могу подсказать. Привет. Ну, на сушке можно месяц сидеть. Ну, опять же, месяц сидеть, но грамотно это нужно сидеть. Понимаете, опять же, все витамины, все комплексы, это все должно быть присутствовать, а не просто сидеть на одной еде. Ну, я знаю Куркурину. Ну, видела, по крайней мере, ее. Mazda CX-7. На курс. Рита, когда тебе пишут мужики комменты, всякую шнягу, ты не хочешь отпиздякать мудаков? Нет. А зачем? Зачем тратить на дураков свое время? Зачем тратить на дураков свои силы и энергии? Когда я могу своими силами энергии делиться с вами, общаться, ловить позитив? Зачем? Это будет называться, если я буду отвечать так, к примеру, на негатив негативом, это будет называться, что меня задевают, что я реагирую на них, понимаете? Да, я продолжаю рукав делать. Да. Витамин С, витамин В, вот. Это самые необходимые витамины. С, то, что поддерживает иммунитет, В, это вырабатывает, дает энергию, понимаете, работоспособность. Это самые основные. Что отвечает за работоспособность и выработку иммунитета. Привет. Почему очень долго и сильно болят колени после тренировок, после бега? Ну, потому что, во-первых, во время бега идет очень сильно опорная ударная нагрузка на коленные суставы. Поэтому, естественно, колени и суставы истираются, происходит воспалительный процесс, естественно, они будут болеть. Тем более, если много бегаешь. У многих спортсменов профессиональных, кто занимается бегом, блин, до 90%, почти у 100% проблемы с коленями. Во-первых, да, еще бегать нужно бегать правильно. Нужны специальные кроссовки. Необходимые кроссовки, которые поглощают опорно-ударную нагрузку. То есть, специальные кроссовки для бега. Шлюпку-то это сильно вообще. Ну, у меня тоже колени периодически бывают болят. Вот, к примеру, вчера особенно очень сильно у меня колени реагируют, кстати, на перепад погоды. Когда пасмурная погода, очень сильно, ну, ломят колени именно. Вот, и очень сильно реагирую на погоду. Нет, на почту еще не сходила. Эфир постараюсь сохранить, самое главное, за временем следить. В интернет-магазине, девчонки, я не покупаю, ну, спортивные витамины, и только в магазинах спортивных. Было ли у меня когда-нибудь перегорание? Да, было. Перегорание было спортивное, было очень сильное. У меня в ночь поднималась температура до 40. Было именно перед соревнованиями. Вот, я очень сильно переживала. Ну, вы понимаете, накручиваешь, когда начинаешь себе, начинается переживание, эмоциональный фон друг на друга накладывается. Вот, ну, как, как, на-первых, надо давать себе действительно установку, да. То есть, во-первых, во время подготовки к соревнованиям не нужно думать о них. Вы должны вести так же тренировочный процесс, как он и есть. То есть, как будто вы просто никуда не готовитесь, а просто тренируетесь. Вот. И, естественно, очень много делал для себя таких всяких расслабляющих ванн, чтобы снимать именно стресс, эмоциональный, по крайней мере, рефон налаживать. Это самое основное. В Саратове Догхантеры. Опять. Занимаюсь пауэрлитингом на плохое зрение. Стоит прекращать. Но я могу сказать тебе, у меня близорукость. Минус 2,5 на один глаз и минус 2 на другой глаз. Мне это никак не мешало заниматься. Вообще, совершенно никак не мешало заниматься. В очках просто ездию в машине. А так абсолютно нормально. Если, конечно, вы не прослеживаете, если у вас прослеживается, к примеру, тенденция, то есть, например, каждый месяц у тебя все падает и падает и падает зрение, то здесь все-таки лучше обратиться к врачу уже. Если у тебя именно идет тенденция на спад зрения. Минус 2. Руки никак не уходят в объемах. Не делайте просто упражнения на руки. Конкретно руки не качайте. Как мне жрать? Слушай, сидячая работа за компом, когда встаем, у меня болят стопы и пятки. Что можно? Ну, у тебя затекает все. Делайте небольшую разминку для голеностопа. Прям именно обычную ЛФК-разминку. Вращение делайте в левую, в правую сторону. Потом подъема на носки делайте. Разминай обязательно. Потом растягивай. Делай растяжки на стопы полностью. Делай просто и все. Чтобы они у тебя не затекали. Трение называется кроссфитовская пирамида. Колени практически у всех болят. Вот, если мы занимаемся действительно сильно, тяжело занимаемся, а не занимаемся ЛФК, к примеру, какими-то. Если, конечно, ЛФК заниматься, то, конечно, колени болеть не будут. Потому что там нагрузок вообще совершенно таких не будет. Вот. Делая какие-то движения танцевые, полуприседы, вот эти вот, то, конечно, у вас ничего болеть не будет. А когда мы занимаемся серьезно, я привыкла заниматься всю свою жизнь серьезно. Реально. Работать на отдачу, на износ, можно так сказать, работать. Вот. Но, по крайней мере, мне уже 13 лет я в спорте. Но все равно я с этим все справляюсь. Все так же, режимы все выдерживаю, потому что уже очень грамотно подхожу к этим процессам. Да, кого болят колени, идите к Куркуриной, да. Вот. Идите к Куркуриной, там будете заниматься ЛФК. Вот. И все. Мама выложила фото с Деньков девочкой. Нет, 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 нет. Это моя племянница. Да, я знаю даже, кто здесь сейчас сидит, спамит по поводу Куркуриной. Вот. Поэтому я даже не буду называть имена. Поэтому спамщики сейчас здесь сидят, поэтому можно не обращать просто на них внимания. Нет, ну почему? Куркурина очень, на самом деле, я смотрела преподавание ее тренировок. У нее тренировки в основном направлены действительно на ЛФК. На ЛФК восстановление полное, поэтому я ничего не могу сказать в плане, что у нее плохая методика. Нет, неплохая. У нее больше именно лечебная, лечебная методика ведения тренировочного процесса. Поэтому мы с ней в этом плане разные. У меня более соревновательный режим, очень жесткий. Вот. Очень жесткая и преподавание тренировочное. То есть, да. У нее она более лайтовая, именно в сторону восстановления медицины направлена. Поэтому, как говорится, в плане нее я ничего не буду говорить вообще совершенно плохого, потому что действительно очень хорошая методика, вот, именно восстановления. Да. Ну, что они делают тут? Они спамят сидят, вот что они делают тут. Вот и все, это весь ответ на все вопросы, что они делают тут. И самое главное, они не отписываются от меня. Они также сидят на моей странице и будут сидеть. Потому что, кроме этого, им больше заняться нечем. Вот. Поэтому я бы, на самом деле, я бы даже с радостью познакомилась с Куркуриной, пообщалась бы. Потому что, действительно, обмен опытом, обмен знаниями именно в этой сфере очень полезен. Потому что я с многими профессиональными спортсменами уже общалась по бодибилдингу, по кроссфиту. Вот. То есть, у меня вся жизнь состояла именно из общения и обменом знаниями. Поэтому мне бы было бы очень приятно познакомиться и пообщаться с ней. Спасибо. Сейчас в холме у меня 130 человек. Как восстановиться после перелома кости? Опять же, только ЛФК. Очень плавное, как говорится, введение тренировок. То есть, естественно, сейчас первое время нагружать себя совершенно нельзя. Особенно именно травмированную часть. Да, потому что, вот, если многие очень заметили, марафон мы начинали в первую очередь не с таких тяжелых тренировок кроссфитских. Марафон мы начинали с лайтовых, силовых тренировок. Постепенно, к концу марафона, увеличивая нагрузки. Потому что, если, судя логически, даже дать в начале марафона бешеную тренировку, которую мы сейчас ведем, то, в принципе, никто с ней не справится сразу же. Все просто помрут, естественно. Поэтому тренировочный процесс, нагрузка в марафонах увеличивается к закрытию марафона. Вакуум, да, тоже положительно очень отношусь. В холме 42 года заниматься, да, сможете. Постепенно, только не торопитесь за всеми, будете постепенно привыкать к нагрузкам. У нас самый старший 52 года. Если ставят остеоартроз, можно ли заниматься? Заниматься можно, но с ограничениями. С ограничениями. То есть никаких опорно-ударных нагрузок не должно быть. То есть тренировку нужно под себя подстраивать. Куркурина рекламирует. Не баню негодяек, а я потому что половину их знаю. Я просто знаю, кто это, поэтому я особо не злюсь на них, не, как сказать, не обижаюсь в этом плане. Потому что, ну, я ничего не могу сделать, если это такие люди. Вот и все. Я ничего с этим не могу сделать. Вот, к сожалению, каждый человек такой, какой он есть. Может быть, со своим каким-то говнецом внутри, в душе. Но, блин, это и отличает нас друг от друга, на самом деле. Если бы мы были все настолько, знаете, няшные, хорошие, в нашем мире было бы неинтересно. Не было бы интриг, которые половина людям очень нравится. Ну. На Дальний Восток нет, нет планов. Я сегодня баба-ягодка. Ха-ха-ха. Была у меня в холме. Что она вдруг против меня? Ну, потому что она присоединилась к тем девочкам, которые сейчас против меня. Ну, так сказать. Потому что они ушли из холма. Потому что всплыло все говно. Вот. Потому что я уже заколебалась с одними людьми. Вот. Я просто, даже открытую скручку. Я заколебалась каждый раз. Блин, эти скандалы решать. Мне это не нравится, потому что я не конфликтный человек. Я всегда это говорила. Я ненавижу скандалы. Я ненавижу ссоры, выяснения, интриги. Они мне нахуй просто не нужны. Вот. Я люблю, когда спокойно, все на позитиве. Все друг друга уважают. Никаких подъебок, подколов нет. То есть все гармонично, все друг друга поддерживают. Вот это мне нравится. А когда тебя, к примеру, там начинают гнобить, либо начинают, знаешь, язвить, либо подъебывать, да. Это реально неприятно. Особенно, когда, к примеру, человек первый раз пришел, к примеру, куда-то, да. Вот вы пришли первый раз, к примеру, там на работу. Коллектив начинает вас подъебывать, подкалывать. Вам разве будет это приятно? Нет, не будет. Вот. Не будет приятно. Вот. Естественно, что произойдет? Человек просто уйдет оттуда. Уйдет и не вернется. Но каждый всегда будет всю правду тянуть на себя лично и пытаться доказать, что он прав. В моем случае, к примеру, я делаю так. Мне срать, кто с кем выясняет отношения, уходят все. Вот кто начал и кто закончил, уходят сразу все. Дабы не пострадали все другие. Потому что другим, к примеру, людям вот это выяснение ваших непонятных ебучих отношений не нужно. Идите, блядь, вон туда и выясняйте свои ебаные отношения. Они никому не нужны, кроме вас. Вот и все. Остальные девочки пусть спокойно общаются. Понимаете, поэтому вот такая вот была ситуация. Мне даже не страшно это скрывать на самом деле. Я такое не люблю просто. Я терпела, 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 терпела. Знаете, блядь, всякому терпению есть предел на самом деле. Вот и все. Я терпела, была добрая, блядь, была добрая. Я старалась понимать. Но, блядь, извините, все, вот тут вот. Вот. Беременным в йогу или беременную? Да, нет, вы что, беременным вы что, нельзя. Вот, у нас на работе директрисы так себе ведет. Вот, понимаете, говорит, тем более, когда, если это еще и руководство делает. Но это вообще совершенно некомпетентное отношение. Ну, тут спрашивали по поводу спамщиков. Небольшие такие эти, по поводу спамщиков, кто они такие, что произошло. Я вам немножко просто объяснила ситуацию конфликтную, почему так произошло, почему, как бы, стали девочки против меня. Ну, вот, вот потому, что вот так вот случилось с ситуацией. Катеринбург, привет. Я люблю мир, я люблю, когда они ссорятся, потому что я уже тысячи раз повторял. Я не люблю скандары. Вы сами видите, что я позитивный человек. Я стараюсь не акцентировать внимание совершенно на негативе. Конечно, да, тяжело, когда вокруг тебя там, например, негативят, да, там спамят, к примеру, постоянно там, вот ты плохая, вот ты стрёмная. Ну, и даже давайте поговорим, к примеру, даже не только обо мне, к примеру, а о других людях, к примеру, да, на которых, вот, к примеру, постоянно гнобят. Например, как в школе детей некоторых гнобят, да, как они себя чувствуют. Они уебанские себя чувствуют, пиздец. А сколько ситуаций реально девчонке было, когда в школе одни гнобили, дети гнобили одного, и он реально поканчивал жизнь ребёнок самоубийством от того, что просто его загнобили. У него, он не может, например, есть люди, которые не могут защитить себя сами, морально не могут защитить себя. О, в 9 часов по московскому времени. Ну, да, можно и 11 килограмм за месяц бросить. Но я всё-таки предпочитаю, когда вес идёт постепенно на уменьшение. Моделирование, конечно, тоже хоум-тренинг. Поэтому, я и говорю, идёт варьирование тренировочное. Том-то идёт. Новосиб, привет! Новосиб, летом выдвигаемся к вам. Шесть за месяц? Вот. Вот из-за таких людей я перестала общаться в чате хоума. Я тебе могу сказать, очень много девочек ушли из чата хоума из-за негатива, который был в чате. Вот в чём дело, понимаешь? Благо, сейчас всё очень хорошо, потому что, если вдруг какой-то конфликт, я сразу буду выгонять людей. Сразу же, без выяснения отношений, я уже предупредила. Энгельс, привет! На Камчатку, девчонки, ну вы меня по всей стране, по всей России уже покидали. По видосам про шлюпку. Домодедова, привет, Ростовчик! В первый день цикла, если у вас по, ну имею в виду по-женски, если у тебя ничего не болит, если чувствуешь себя хорошо, нету никакой слабости, заниматься можно. Просто упражнение на пресс из ключей, и всё. Питер здесь! Ну я люблю, я мечтаю путешествовать, на самом деле, это моя мечта с детства. О, Генныч, здорово! Не знаю, что они не поделили, без понятия, девчонки, я не выясняю эти отношения, они мне нахрен не нужны. Вот идёт выяснение между кем-то, понимаете, потому что люди вообще все разные. У одного в голове одно, у другого в голове другое. Ну я же не, блин, понимаете, если бы я выяснением отношений постоянно занималась, я бы и сидела бы, и мне бы, блядь, я бы ничем не смогла заниматься, кроме как выяснением отношений, понимаете? У меня как бы есть своя жизнь, у меня есть работа, у меня есть люди, которым я должна уделить внимание, понимаете? Телек, ой, девчонки, нет, телек не смотрю вообще. Когда я последний раз телек смотрел? Я уже даже не помню. Пошла на LPG массаж, когда-то есть. Ну и когда тренить? До массажа или после? Я в марафоне. Когда твой тренер, когда Марины? Ну смотри, Маринина, тренировку желательно послесиловой, когда ты прям разгорячённая, горяченькая, потом делать растяжку, йогу. А LPG массаж, к примеру, когда тренить, в принципе, можешь сделать LPG массаж и тренироваться, либо сделать тренировку и сходить на LPG массаж. Здорово, Генович, ну я один с того к вам приезжаю в Булаково. Привет, привет. Привет. Я согласна, всё правильно, девчонки, нервы дороже. Понимаете, в мире говна до хрена. И если каждый раз на каждую парашу обращать внимание, вот, то ты будешь весь плавать в дерьме просто. Весь, всё в дерьме. Давайте я сейчас перезагружу эфир, хорошо? Пару сек. Спасибо. 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 Спасибо.